Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу поделиться с вами своим рецептом домашней рубленой ветчины. Давно уже хочу заменить магазинные колбасы на что-то свое. Посмотрел очень много интересных вкусных рецептов и решил приготовить свою ветчину домашнюю, натуральную, так сказать. Чтобы она была и вкусной, и чтобы я знал, что она реально сделана с мяса, а не с абы чего. И вам, друзья, тоже советую пересмотреть все свои покупки в магазинах, потому что в магазинной колбасе нету, наверное, практически ничего натурального. Ну, начнем приготовление. Я буду делать ветчину со свинины и с курятины. Свинины беру примерно полтора килограмма и где-то курятины беру около 600 грамм. Также нам понадобятся приправы. Приправы я взял, такие вот кавказские травы. Здесь у меня кинза, базилик, орегано, уцхостсунели, зелень сельдерея, чабер, мята и тимьян. Также я добавлю еще красной сладкой паприки и соль. Мясо нарезаю мелкими кусочками. После этого отбиваю отбивным молоточком. Примерно мясо нарезаю вот такими вот кусочками. Можно покрупнее, можно помельче. То есть здесь нету определенных размеров, какие именно надо, чтобы были. Примерно вот такие вот средненькие. Самое то. Куриную грудку нарезаю более мелкими кусочками. Сейчас накрою пищевой пленкой и буду очень хорошо отбивать. Именно курятину буду сильно отбивать, а свинину не очень. Как видите, курятину довольно хорошо и сильно отбил. Хотя ее сильно бить не надо, она и так, грудка, хорошо отбивается. Но такая вот она аж клейкая получилась. Ну а теперь будем отбивать свинину. Свинину можно отбивать просто отбивным молоточком. Но я еще рекомендую пройти или хорошим тяжелым ножом. У меня для этого используется топорик. И вот так вот немножко попробивать, как говорится, жилки в мясе. После того, как отбил и порубил мясо, так вот получилась свинина, все это вместе перемешиваем свинину с курятиной. И добавляем специи и соль. Соли добавляю немного. Неполную столовую ложку. Не хочу, чтобы ветчина была соленой. И добавляю пряные травы. Также еще можно добавить смесь перцев. Но это уже по усмотрению, кто как любит. Смесь перцев добавлю немножко для остроты. Но мне хочется, чтобы ветчина была более пряная. Такая вот с травяными запахами. Добавляем немного сладкой паприки. Добавляю примерно 150 миллилитров охлажденной в морозилке воды. И теперь все мясо с пряностями хорошенько вымешиваем. И вымешиваем довольно долго, чтобы каждый кусочек хорошенько пропитался пряностями, специями и солью. Перемешивал мясо около 10 минут. Вот так вот, хорошо сжимая кулак, чтобы курятина со свининой перемешалась равномерно. Вот так вот делал, чтобы оно слипалось друг с другом. Теперь наше мясо убираем в холодильник примерно на сутки. Если нету сильно времени, то хотя бы не менее чем на 12 часов. Ну, я буду убирать на сутки. И в процессе того, как будет мясо находиться в холодильнике, еще раза 4 его точно перемешаю. И в самом конце попробую. И, может быть, немножко досолю. Закрываем крышечкой и убираем в холодильник. Итак, друзья, прошли ровно сутки. Даже, может, чуть-чуть больше. Часа на полтора. Ну, короче, 25 часов у меня это мясо находилось в холодильнике. Я его еще раза 4, а может 5 перемешивал. Теперь беру вот такие вот колбы. Колбы для заваривания чая или кофе. Вкладываю в колбы пакеты для замораживания еды в морозильнике. И теперь накладываем в эти колбы мясо. И мясо стараемся наложить очень-очень плотно. Если у вас нету таких специальных колб, то можно делать, как бы, эти мясные рулетики, ветчину на пищевой пленке. Нормально ее раскладываем и пытаемся более так ровно, красиво завернуть. У меня, если бы была третья колба, то все бы влезло в три колбы. А так придется делать мясной рулетик в пищевой пленке. Вот так. А 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 так. Сделали вот такой вот рулетик. Убираем его пока в сторону. Берем колбы, закрываем и еще прессиком немного сильно не давим, но стараемся запрессовать мясо получше. Аккуратно заворачиваем и так же стараемся немного впрессовать мясо получше. И после этого еще закроем здесь пищевой пленкой сверху. Ну а теперь, друзья, самое главное. Ставим в духовку, так как у нас ветчина получилась такая довольно толстенькая, кругленькая. Ставим в духовку на три с половиной часа и выставляем температуру 85 градусов. Я надеюсь, этого времени хватит, чтобы полностью приготовить нашу ветчину. Но если у вас есть специальные термометры, то температура внутри ветчины должна быть где-то примерно 75-80 градусов. И тогда вы будете знать, что она готова. В принципе, три с половиной часа, я считаю, это вполне время, которого хватит для приготовления этой ветчины. После того, как прошло три с половиной часа, я хорошенько остудил ветчину на балконе. Примерно остужал четыре часа. Порезал ветчину и вот так вот у меня получилось, друзья. Запах очень ароматный, очень приятный. Может быть, кто-то скажет, что это не ветчина, а больше мясной рулет. И вы будете, скорее всего, правы. Но все-таки это сделано своими руками, сделано с мяса. И вы точно знаете, что это блюдо мясное. Сейчас попробую. Видите, как ломается. Сейчас попробую и попробую вам передать вкус на словах. Очень хорошо чувствуются пряные травы. Попадается перчик. Не сильно соленая, в самый раз. Данная ветчина подойдет под любое блюдо. Хоть под картошку, хоть под любую кашу, под вермишель. Очень вкусно. А можно просто положить на кусочек хлеба, на кусочек батона и скушать. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. До новых встреч.